Здравствуйте, уважаемые читатели! Настало время продолжить рассказ о PIREN и работе с базой DDT. Самое сложное в подготовке этой инструкции не сделать еще одно видео об изменении настроек машины, куда тыкать и какие цифры прописывать. И без меня таких инструкций хватает. Однако ручеек вопросов от читателей, сбросивших настройки своего блока, требует рассказать о правильной работе с DDT. Я постарался сделать это видео о том, как пользоваться DDT с меньшим риском положить блок, максимально раскрыть функционал DDT для менее опасного использования. Я умышленно не могу применять словосочетание «безопасное использование», так как в любом случае действия сопряжены с риском. Но при правильном и грамотном использовании функций через PIREN риск будет значительно ниже, а ошибки уже не будут столь фатальны. Приятного и полезного просмотра! Чтобы найти полную инструкцию по установке и актуальную версию PIREN, не надо запоминать кучу ссылок, достаточно воспользоваться гуглом. Но будьте внимательны, кроме полезных ссылок в поиски попадаются и вредные, из-за которых мне пришлось взяться за YouTube. Все актуальные ссылки на PIREN можно взять из моей записи на драйве и в ссылках под этим видео. Запись на драйве удобна еще и тем, что ссылки на весь софт произведены в одном месте. Самая свежая версия скриптов PIREN находится на GitLab. В прошлом видео я показывал, как скачать самую свежую сборку оттуда. Однако разработчики продолжают развивать проект и вносить в него новые изменения. Периодически появляются тестовые версии, работа которых еще проверяется и может содержать ошибки. Если нужно скачать предыдущую версию, опубликованную до внедрения новых функций, то это можно сделать через историю версий. В истории сохраняются все версии и описание изменений в них. Для скачивания версии предыдущего релиза нужно открыть этот релиз и воспользоваться кнопкой Browse Files, после чего выбрать формат для скачивания архива. Периодически я обновляю актуальную версию на Google-диске. Для установки на компьютере нужно скачать свежую версию PIREN, архив с базой клипа и архив с базой DDT-2000, а также инсталлятор Python. Версия Python нужна 2.7. Для запуска в демо-режиме можно скачать пример файла saved.acus, чтобы сразу проверить правильность установки PIREN. Сначала устанавливаем Python. Процедура стандартна, все настройки можно оставить по умолчанию и дополнительно я советую включить галку добавления пути к Python в настройках операционной системы. После установки Python создаем папку, где будет располагаться PIREN и распаковываем туда файл со скачанной версией скриптов. Базу DDT-2000 можно просто скопировать как есть в архиве. Новые версии PIREN поддерживают и такой вариант работы. А базу клип для работы на компьютере я советую брать полную, то есть с приставкой full. Нужно распаковать все файлы архива в папку с PIREN, но современные версии PIREN поддерживают работу из базы клип из архива. Версия в архиве удобна для телефонов и тем, кому требуется сэкономить место, при этом дополнительные функции PIREN не нужны. У меня такая урезанная база выложена с именем PIREN-DATA-190 в архиве zip. Распаковав все архивы, вы должны получить такую структуру файлов и папок. Это позволит использовать максимум функций PIREN. Файл с примером saved.acus скопируйте в саму папку PIREN. Сразу после установки я советую сделать документацию для своего автомобиля по его win. Документацию можно сделать для машин новее 2009 модельного года, а для машин старше вся документация доступна в другом приложении Dialoges. Для создания документации нужно запустить скрипт DocMaker с параметром win. Чтобы не усложнять запуск вызовом командной строки, я для примера приведу вариант создания так называемого BAT-файла, то есть исполняемый файл с командами. Создаем файл docmaker.bat, который будет иметь всего две строки. Первая – вызов скрипта docmaker.py с ключом минус 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 win и собственно win-кодом автомобиля и второй строчкой пауз, чтобы экран не закрывался сразу. Win автомобиля прописывается с главными буквами. Нужно сохранить этот файл и запустить его. Создание займет некоторое время и после завершения документация по вашей машине будет доступно в папке piren.doc. Также, сразу пользуясь случаем, скажу пару слов о папке макро. Именно в нее можно скопировать дополнительные скрипты, а точнее макросы, которые позволяют отправлять произвольные команды. Макросы, которые я делал для читателей, можно найти в одноименной папке на полдиске, однако подробнее об их работе я расскажу далее. И заключительный штрих при установке piren. Также, как это делали для скрипта создания документации, для запуска лаунчера piren я также советую сделать на Windows BAT файл, чтобы окно не закрывалось сразу после завершения скрипта. Это помогает устранять возможные ошибки или отслеживать сообщения перед закрытием окна. Также создаем файл с расширением BAT и прописываем в нем две строки. Первая это запуск лаунчера piren, вторая строка пауза. Для этого BAT файла можно сделать ярлык и запускать его прямо с рабочего стола. Вот и все. Piren установлен и готов к первому запуску. Запустив лаунчер, кроме уже привычных кнопок, которые доступны на Android, появилась новая кнопка Start DDT. Об этом я расскажу чуть позже. Первым же делом проверим, что в демо режиме piren запускается. piren установлен и работает корректно. Блоки из примера Saved Ecos доступны и открываются все. Обратите внимание, что и в каждом блоке теперь есть в конце дополнительный пункт открытия блока в базе DDT. После проверки в демо режиме не забудьте удалить пример файла Saved Ecos из папки piren. Первый пример подключения я покажу с адаптером Bluetooth. Через управление устройствами Bluetooth ищем и добавляем новое устройство. Важно узнать, через какой порт данное устройство подключается к нашему компьютеру. Это можно посмотреть либо в службах Bluetooth, либо в диспетчере устройств компьютера. Обычно для подключения через Bluetooth в диспетчере устройств будет указано два порта. Нужно угадать один из них. Через другой работать не будет. А если подключаете адаптер с обычным USB, то порт будет один и бутаницы не возникает. Выбираем нужный порт в лаунчере и запускаем проверку адаптера. Второй способ – подключение через Wi-Fi. Ищем сеть адаптера и подключаемся к ней. Далее нужно определить, какой адрес у нашего адаптера. Это просто сделать через командную строку. Введите cmd в меню пуск и выполните команду ipconfig.all. Будут выведены все сетевые настройки вашего компьютера, среди которых будет и адрес, который получил ноутбук от Wi-Fi адаптера – основной адрес, и адрес самого адаптера, являющийся адресом шлюза. Нужно использовать адрес адаптера в строке подключения PIREN. Подключаемся и также проверяем адаптер. При первом подключении к машине, когда ищутся и опрашиваются блоки в главном меню напротив каждого блока, будет указано число сохраненных ошибок в нем. Когда к машине подключаемся повторно, с уже сохраненным ранее файлом saved.acus, главное меню открывается без опроса блоков, и чтобы узнать наличие и количество ошибок, необходимо выполнить соответствующий пункт Rescan Errors. После сканирования видим количество ошибок и заходим в блок «Узнать информацию о них». Например, блок «ЦКБС». Выдал несколько ошибок по стоп-сигналу. PIREN на компьютере, помимо полного контекста этих ошибок, позволяет открыть информацию по этой ошибке в документации, которую мы заранее подготовили. Нажимаем «H» и ждем загрузки документации в интернет-браузере. Файл с документацией большой, обычно более 20 мегабайт, и его загрузка занимает, к сожалению, продолжительное время. Зато можно сразу получить всю детализацию по ошибке, параметры проверки и операции для ремонта. В документации есть информация по опорным значениям различных параметров и какие команды выполняются в той или иной ситуации. Изучайте свой автомобиль и учитесь его диагностировать. Следующий важный пункт – это снятие дампа настроек в блоке. Я ранее уже говорил о галке дамп в лаунчере. Есть два уровня снятия дампа. Первый – это дамп блока при использовании базы клип в обычном режиме PRN. Такой дамп сохраняет текущие параметры, доступные для опроса через базу клип, вин машины, основные настройки. Такой вариант дамп удобен для изучения блока дома, но для детального разбора настроек он не подойдет, так как база клип изначально более простая по сравнению с базой DDT. Все файлы дампа сохраняются в соответствующую папку и могут быть использованы в демо-режиме. Второй тип дампа – это дамп с использованием базы DDT. Открывая блок через меню, PRN сохраняет все параметры блока, которые получают через чтение всех доступных параметров из полного файла базы данных DDT. Такой дамп позволяет сохранить все текущие настройки блока и использовать их как для изучения блока, так и для восстановления его после неудачных опытов с конфигурацией. У каждого блока, помимо его типа, есть параметры, связанные с версией его программного обеспечения. PRN проверяет соответствие версии блока и файлов базы данных DDT и предлагает подходящие варианты. В каких-то случаях это будет большой список, в каких-то один файл. Один из наиболее подходящих PRN предлагает использовать по умолчанию и достаточно нажать Enter. В других случаях имя файла можно скопировать из списка и ввести вручную. Сохраненный дамп через DDT имеет значительно больший размер, так как в нем содержится вся настройка блока. Как я уже сказал, PRN с функцией DDT позволяет изучать настройки и работу блока, вносить в них изменения, если считаете, что это непременно необходимо, а также выполнять такие вещи, как создание PID для торка по базе DDT, сравнивать разные версии дампов, например, до и после изменения, выполнять откат изменений. Вот к случаю с поиском расхождения настроек в дампе я и хочу перейти. Но прежде всего эти расхождения нужно сделать. А выполнять изменения я буду через макрос. Предварительно сохраню исходный дамп блока ручника, а затем через макрос отключу функцию автопостановки. Для этого я скачал два файла макроса и скопировал их в соответствующую папку PRN. Теперь через лаунчер выбираем кнопку запуска макроса и в окне выбираем нужный нам файл. PRN автоматически прогонит команды и применит настройки. Конечно, если макрос написан верно. Будьте внимательны. Не применяйте макросы, не зная его назначения и не соблюдая элементарных правил безопасности, таких как запуск изменения при работающем двигателе. Не соблюдая эти простые правила, вы можете легко получить кирпич на колесах. Для примера также покажу работу макроса через PRN на андроиде. Как я говорил в начале видео, новая версия PRN поддерживает работу с базой клип в архиве. Вместо 800 мегабайт распакованных файлов архив занимает 64 мегабайта, что заметно экономит место на телефоне. Однако файлы для архива нужно предварительно подготовить, а не просто запаковать исходные файлы из базы клип. На моем Google диске выложен такой архив PRN Data версии 190.dip. Порядок действий с макросами для андроида точно такой же. Скачать и скопировать файл макроса в папку PRN Macro. В данном примере приведен макрос отключения омывателя фар на ксеноне. Подключаемся к адаптеру. На моем телефоне при регистрации в сети 4G для работы с Wi-Fi адаптером нужно отключать передачу данных. Запускаем PRN и выбираем кнопку «Макро». В первой строке выбираем папку, где лежат нужные макросы, а во второй строке — исполняемый макрос. И нажимаем «Старт». И снова обращу ваше внимание на то, что подобные операции потенциально опасны для машины. Будьте внимательны и аккуратны. Вот мы и подошли, на мой взгляд, к самой интересной в этом видео части — о том, как же восстановить испорченную конфигурацию или как правильно пользоваться функционалом DDT. Начав сохранять дампы, мы уже встали на правильный путь. Но не лишним следует упомянуть и то, что не стоит вносить изменения всего подряд и ставить эксперименты над автомобилем. Это не телефон и не игрушка. Внося изменения в настройки блока, вы должны полностью понимать то, что делаете. Как выбрать наиболее подходящий файл базы DDT? Вся информация о версиях содержится в разделе «Identification», и в нем можно найти ключевые данные, которые помогут в поиске подходящего файла базы DDT. Такие, как, например, программы и версия программного обеспечения. В начале каждого файла базы DDT приведена информация, для какого блока и каких версий этот файл используется. Это параметры Supplier, Soft и Version. Как правило, PRN выбирает по этим параметрам наиболее подходящий файл. Однако в том случае, если могут быть доступны несколько файлов, вы можете сами разобраться в том, какой файл подходит лучше. Либо просто рискнуть открыть блок другим файлам, и если параметры читаются и отображаются корректно, то, скорее всего, такой файл данных DDT также можно будет использовать, но проявлять предельную осторожность. Как вы помните, мы сохраняли дамп до изменения параметров автопостановки ручника. И подключившись вновь, давайте найдем отличие параметров. Как вы видите, два параметра изменились. Это чек-сумма и настройка холодного климата. То есть это и есть наше отключение автопостановки. Найдем этот параметр в базе DDT. И тут нас ждет сюрприз. DDT парсят настройку как нормальный климат, хотя мы знаем, что установлены единицы, то есть климат холодный. Это является следствием различия описания параметров в базе клип и DDT. Например, положительный код может быть 0.1, а может быть F. И база DDT, если не знает о том, что 0.1 является положительным кодом, игнорирует его. И на этом чудовищном разочаровании можно заканчивать данное видео. Не полагайтесь на интернет, не полагайтесь на YouTube, не полагайтесь на чужие записи. Думайте, проверяйте и перепроверяйте. Но все-таки доведем это видео до логического завершения. DDT можно открывать и напрямую, без использования подключения к PIREN, как полностью самостоятельную функцию. Нужно запустить лаунчер и выбрать запуск скрипта DDT. В главном меню есть список поддерживаемых автомобилей, а также параметры подключения – онлайн или офлайн, то есть демо-режим. В нижней части будет список блоков автомобиля и версии подходящих файлов базы DDT. При сканировании нужно выбрать машину, и DDT проведет опрос блоков и предложит наиболее подходящий файл базы данных. То есть с DDT будет связан блок, файл данных, через который будет открываться блок, и также дамп настроек. При необходимости можно легко изменить рекомендованный файл базы DDT и загружаемый дамп. Про изменение данных есть куча отчетов, в которых рассказано, как просто из полуторалитрового мотора сделать 2 литра, изменив один параметр. Поэтому тут заострять внимание и тратить время уже не буду. Включаете режим эксперта, выставляете нужные данные и применяете их. Иногда следует прочитать рекомендации в блоке, такие как, например, выполнение рестарта. Перед записью нового значения параметра в окне будет выведена используемая команда. Именно эта команда используется в макросах для требуемой настройки. Никакой магии, все предельно легко доступно. Обратные изменения, как вы видите, применилось успешно и автопостановка включена снова. Не меняйте параметры ради забавы, а если это нужно сделать, делайте с полным пониманием процесса. И почаще сохраняйтесь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok